И то я брала тележку в магазине, чтобы это все затащить, потому что покупала я, ну и, конечно же, для лотка вот этот вот наполнить. Красота, красотенчатая, и жизнь прекрасна. Ты глубже дышишь, начинает прям боль такая адская, и пульс, пульсирует как будто. Включила камеру и снимаю влог. Смотрю на небо, говорю спасибо, Бау. Так, я уже тут начинаю мыть посуду. Сейчас уже буду мыть посуду. Мы это, ну как, Милана уже пообедала. Она у нас, она только пообедала, Кирюша все еще уроки учит. Так, сейчас разберусь чуть-чуть на кухне, и у нас с Миланой будет занятие. В общем, вот такое ерунду я сейчас буду разбирать. Чуть-чуть отдохнула от того, как вешала занавески. Прям вся устала. Все, поехали разбирать посуду теперь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все помыла, все посуду помыла. Еще раз говорю, я не протираю посуду, потому что я считаю, что это пустая трата времени, сил. И надо специальные полотенчики иметь еще для каждой посуды. Зачем это мне надо? Я вот так вот ее ложу, кладу, вставлю, я не знаю как. Она стекает, естественным образом высыхает, потом я туда ее убираю. Кстати, тут надо тоже порядок навести. Тут уже прям бардак какой-то у меня. Вот так вот. Поэтому вот так. Не люблю, не люблю протирать. Считаю, что это зря потраченное время. Так, тут у меня еще ковшичек грязненький. Я его не помыла. Это у меня остается на посудомойку. Здесь я наггетсы жарю, тоже на посудомойку. Не хочу, не хочу мыть большие кастрюли, не хочу мыть ковшики. Пускай все скажите, что я лентяйка, но я не хочу потратить... Я не хочу потратить свое время, потому что сейчас у меня занятие у ребенка. Я сейчас буду с ней находиться. Там где ручку, где карандашик подать, где что показать. Поэтому вот такие дела. Обсуждайте, не обсуждайте, но... Мыть посуду сейчас я больше не буду. Сейчас мы будем заниматься. У нас уже осталось 10 минут до урока. Иван, сейчас уже 10 минут осталось до урока. Ты чай попила? Ну, давай. Тогда я сейчас съем конфетку. Вот такую конфетку сейчас пойду съем с водичкой. И у нас будет урок. Милана опять играет. Милана, ты уже устала, да? Нет. А мы сейчас уроки с Кирюшей учили. Я тоже устала так. Я тоже училась сейчас. У Миланы было тоже занятие. У Кирюша уроки. Так, девчули, притащил домой вот столько вот этих пакетов. И то я брала... Милана, ножками не надо. Кот, уйди. Все, уходите все. Я сейчас буду брызгать. И то я брала тележку в магазине, чтобы это все затащить. Потому что в руках я это не могла. Вот пакет, вот пакет, вот пакет, вот пакет. Еще это молоко. Вот такой романов лук. Здесь 3,2 жирность. В общем, поменяла я вот на такую машинку. Потому что там машинка не стригет, ни финты. Так, печеньки взяла с шоколадом. Все, без пакета больше нет ничего. Давай, наверное, сейчас побрызгаю. А вот это что? Так, в общем, какой-то вот лимонад взяла, апельсин. Потом опять разных конфеток. Ну, уже эти все пробовали. Они вкусные, да, Милан? Ты пробовала? Так, это коту сухой киттикот. Ест, не ест, пускай ест. Они смотрят. А тут куриный что-то не было по акции. По акции был вот этот вот. И вот такие вот еще виска свинок. Это все коту. Так, значит, актимельки. Ну, это все из кисломолочной. Так, сметанка 20% актимельки. Это взяла манда, но все зеленые. Взяла попробовать, если будет вкусно, тогда еще возьму. Хочу, хочу его сейчас попробую. Сейчас попробуем. Так, вот такие вот с шариками взяла. Это йогурты. Йогурты. Я хочу такой сейчас попробую. Розовенький. Сейчас, так, крекер взяла. Вот такой вот творог мягкий, но это на хлебушек мазать. Так, что-то он по акции был. 100 рублей, что ли. 300 грамм, по-моему. Так, спагетти наши любимые взяла. Так, ну, майонез. Опять же, все берут девочки по акции. Мне кажется, так дешевле. Кетчуп. Так, это мясо взяла. Взяла свинина карбонат. На кости карбонат. Потом взяла голень. Просто пожарить куриную голень. Что-то курей не было. Я была в диксе только. Так, помидорчики. Огурчики. Груши. Яйца взяла. Так, актимельки еще. Вот тут куча актимельков. Там надо было как-то взять. 3 плюс 3, что ли. Так, масло вот такое взяла. 50 рублей появилось. То было 45. Так, молоко. Полкило колбасы нашей бутербродной. Печенье в... Как его звать? 255 рублей килограмм печенья. Вот это на 100 с чем-то вышло. В шоколаде, да? С шоколадом печеньем. Творобушки. Любимые Миланы. Так, сыр российский. Брест-литовский взяла. Потом что еще? А, вот такие вот творожок. Тут еще магнитик внутри. И фарш. Фарш деревенский. Так, лук, хлеб. А, вот машинку поменяла. Сходила вот на такую. Так, в общем, в Дикси получилось у меня. Я потратила 1768 рублей. Фарш тоже по акции 99, 99, 99, в общем, 100 рублей. Батон с майонезом 35, огурцы 90, 60, куриные. 62 рубля яйца, в общем, первая категория. Такую машинку взяла, другую теперь. Но у нас уже такая была. И я ей была довольна. Не знаю, как это будет стричь. Попробуем. Сегодня, может, Кирюшу застрел. Тут еще наборчики. Вот такая вот она с насадкой. Ну, вот так вот меняются насадки. Вот так поднимаешь. Так-так. В общем, вот такая. Ну, ее заряжать надо. Она сейчас не заряженная. С подставкой, в общем. Ну, вот такая вот, в общем. Все. Вот и все мои покупочки. Как я это все тащила. Я это все тащила в тележке. Взяла в магазине тележку. Все равно тяжело. Тяжело было, да. Было тяжело. Все. Толкать руками? Будем все пробовать и все разбирать надо. В общем, сейчас. Так, вот пробуем манго. Я тут косточку обгрызаю. Вкусная, да, но она немножко неспеленькая. Да? Что косточка? Косточку обгрызаю. Это косточка большая. Это? Угу. У манго вот такая плоская, большая костность. Жестковатый, в общем, манго попался. Потому что он еще не доспел. Я вам еще первый раз пробую, да? Давай. Помоги мне. Вкусный? Я да. Уже давно. Такой должен быть сладкий, притерный. А здесь он сладкий, но немножко кисло-сладкий такой, да? Жесткий. Вот он прям хрустит, как морковка. Хрустит. Манго должен быть такой мягкий-мягкий. Тогда он будет вкусный. Поэтому не зря я не взяла два, три. Потому что они не спелые. Ну, сочный, конечно, такой. Но возле косточки больше вкуснее, чем вокруг. Здесь он уже как-то помягче. И все равно присутствует вот вкус хвои немножко. Ну, как в манго. Ой, в манго. В авокадо такой вкус хвои. Почему у них такой вкус? Какой-то витамин такой, да? У меня такая косточка. Плоская она. Я так порезала. Потому что тяжело резать. Он жесткий. Но есть можно. Доброе утро всем. У нас утро. На улице дождь. Пасмурно. Ужасно на улице. Ужасно. Дома холодище невозможное. Я уже прям оделась как могла. Мы так проснулись, кстати. А сколько время? Вот это мы спим. Время без 15.10. Мы проснулись сегодня. Вчера поздно легли. Прям не могу прям. Я замерзла. Что-то у меня прям спит. Это. Шея болит. Ой, не могу найти. Тапочки где-то. Я немножко прям, наверное, приболеваю. Сейчас пойду завтрак делать. Милан, что там у тебя все трещит и трещит? Ты кто? Сейчас буду завтрак делать. Ой, прохладно. Дома холодно, можно сказать. Не то, что прохладно. Пипец, холодно. Я замерзла. Я ночью замерзла. Ну что такое на улице, блин, вот так вот. Ну почему вот так вот на улице? Холодно на улице. Сейчас поставлю чайник. Попьем чай и будем делать дела опять. Еще учеба. Вот я вчера это. Хватит мне воды? Ну, долить надо. Я вчера плиту помыла, машинку помыла, а вот посуду накопила, не стала мыть. Ну, сейчас я в эту, в посудомойку ее запихну. И все. Сейчас в чайник водичный дольем. Кряпочки на вытерплю. Сейчас расскажу вам, как я приучила своего кота. В общем, я купила, вернее, я искала везде. Прежде чем завести кота, я подумала о том, что надо ли мне это. Потому что я знаю, что такое коты. У меня у мамы были коты. В общем, у бабушки, у права всех были коты. И сколько я себя помню, вот эта постоянная вонь, особенно если когда в квартире, у мамы-то в доме нормально, они на улицу ходили, в дом не какали, не писали. Но когда в квартире, когда мы жили еще там в Краснодаре, они в квартире, значит, могли и мимо лотка, могли и в лоток. Ну, в общем, что хотели, творили эти коты. И когда Милана начала визжать, что... Ну, как визжать, упрашивать, уговаривать, что Дед Мороз ей принесет кота. И я начала думать, а как, чего, а где, да что. Начала рыться там везде, в интернете. Там, где взять, купить такую насадку, чтобы приучать кота к туалету. И, наконец-то, я нашла на Алиэкспресс, на Азоне. В общем, в любом магазине продаются такие насадки, которые ставишь на туалет и приучаешь... В общем, ставишь на туалет и приучаешь кота к туалету. Можно не только, пока он маленький, это сделать, но можно сделать это, и когда он уже большой становится, и когда маленький. В общем, в любой момент, когда хочешь, тогда его и приучай. Можно даже переучить от лотка к туалету. Да, про тебя говорим. Не помню, у нас хлеб-то есть. И, в общем, вот это приспособление... Вот сейчас картиночку определю куда-нибудь. Приспособление покупала я. Ну и, конечно же, для лотка вот этот вот наполнитель. Любой, на который даже он привыкли, если у вас тоже оттуда можно взять. Если он уже в лоток ходит, то можно с лотка брать и прям туда сыпать. И постепенно вот эти вот кружки срезаем, срезаем, срезаем. И вот так вот кот начинает ходить в туалет. Легко и просто. Просто я сижу дома, нахожусь постоянно, и у меня есть возможность это сделать. Приучить было его. Я за ним смотрела, наблюдала, да? Ходила вместе с ним, уговаривала, разговаривала. Он сажал его еще, помню, маленького на этот толчок. И, значит, делаю... Ну, нажимаю воду. Ну, давай посикали, смоем там. Ну, давай покакали, промоем. Ну, давай прочистим там. А-а-а, ходила я пока, пись-пись. Ну, в общем, как с маленьким ребенком. Ну, есть, конечно, специальные спреи для приучения. Можно побрызгать, он сам будет туда запрыгивать, сам ходить. Они, коты, не дураки, они все умные. Вот у меня умная зараза. А на стол полезла. Прям бесит меня он уже. Лазит по столам. Вот за это я его не люблю. Я вообще не люблю за это котов. Которые коты срут, где попало. Лазит по столам, не люблю. И что еще не люблю? В общем, таких хулиганов терпеть не могу. Но он мне не слушается. Он не воспитывается никак мной. Так, кот, сейчас будем посудомойку наполнять. В общем, завтракать. Может быть, в быстром темпе. В общем, я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Написано творог. можно намазываете на хлебушек я думаю что это творог такой мазать на хлебушек наверное да такой мягенький мягкий такой творог можно помазать посолить и положить там сырок или рыбку ну нет, там бот, там бот, там бот Субтитры сделал DimaTorzok Бутерброды в микроволновке Чего я сейчас буду делать? Чайку я сейчас сделаю И все, будем пить чай и делать дела У нас сегодня дела такие Нам надо выучить уроки У Кирюши заканчивается учебный год Не знаю, как он закончится Я вообще не представляю, что за учеба у детей такая Вчера в полдня мы писали эту контрольную по-русскому Чего ты кричишь? Сегодня писали контрольную по-русскому Потом делали контрольную, итоговую по истории Какие сегодня будут приключения, я не знаю Что ты кричишь? Мама, да Мяу? Что за мяу? Попить у тебя есть Поесть у тебя есть На балкон я тебя не пущу Да, а ты же деловой Можешь там сетку порвать Я его одного уже на балкон не пускаю Он прыгает на сетку И может ее порвать Это вот такой вот Толстый мой, толстый мой, жирный кот После молока налил тебе компот Кушай моя рожа, не подавись Ой, ты моя киса Мяу-мяу, брысь-брысь А как петь? Ну-ка, спой, мяу-мяу А как там же? Толстый мой, толстый мой, жирный Долстый А как? Ты толстый, мяу-мяу А с моим молоками тебе компот Кушай я здорово Здорово Мяу-мяу Кись-кись Давай руки помоем Потому что я уже хвост тронула Хвост уже тронула Сейчас еще заплетаться будем Немножко Милана, какая у нас красавица Я некрасивая Почему? Куда у меня? Ты самая красивая девочка в мире Нет Да Самая-самая красивая Ни у кого такой нету Да? Все мамы так называют своих девчонок Кому же это не знать? Ой, мы вышли на улицу Так хорошо Мне, конечно, не очень тепло Но на солнышке будет тепло Да, Милан? Пошли Что, пойдем туда? На солнышко? На площадку Смотри, какие здесь расцвели Ой, уже расцвели Одуванчики Да Красота какая Ворона какая шастает Ой, девчонки Как хорошо на улице Вообще обалдеть Не знаю Круто так На улице Тепло На солнышке Прям вообще благодать Это все дома Ты уже попить хочешь? Сейчас я вон поздороваюсь Там наша Людмила Петровна идет Врач На, держи Бывшая врач наша Надо с ней поздороваться Хорошая женщина У нас вообще была врач Проблем не знали с детьми Лечила Хорошо так А сейчас что-то Врача хорошего не найдешь У этого дома был забор Пока не раскопали Раскопали вот это вот Делали отопление Я не знаю Или воду горячую И забор В общем, по ходу дела Его сдали на металлолом Я так поняла В общем, унесли Кто Вот вопрос компании нашей Куда делся забор Почему его назад не поставят Да Уже надо, знаешь, что, Милан, одевать? Солнечные очки Поняла? Ага, прикольно Уже, девочки, прям солнечные очки Надо доставить Хотя я в куртке сама Но в солнечных очках зато буду Классно на улице Классно, да Подожди, смотри, машины Стой, машина, машина Кругом машины Аккуратней Мы с тобой водичку взяли попить На всякий случай Ну, ветерок такой прохладный Прохладненький ветерок Не знаю, сейчас будет меня слышно Ветер такой Ну, красота на улице, блин Ой, неужели скоро лето будет Прям аж не верится Да, цветочков много Цветочков много Все уже такое зелененькое Все уже такое зелененькое Ты носиком дышишь? Все хорошо у тебя? Все нормально Милана Милана что-то заболела У нас была Температура была Ну, небольшая была температура Несколько дней Болела у нее потом Ухо Ну, вот у нас как отопление Отключают Ну, кожа, наверное, прошло Потому что я не чувствую даже боли Ну, да Капали адипакс опять Ну, нафтезин Носик Как нам врач назначал Так мы и делали По новой все Все процедуры Ну, у нас, наверное, воспаление аденоидов Опять было Поэтому она вот заболела У нас так Конечно, блин Мы перепугались Я хотела вызывать скорую Врачей Ну, Саша отговорил меня Сказал никаких скорых Никаких врачей Обыкновенная простуда Ребенок выздоровел Ну, сейчас более-менее так Ну, носик так иногда Не дышит Ну, более-менее, слава богу Вот-вот Прям это страшно Когда в такую Нехорошую болезнь Можно попасть Пойдем Потихоньку без меня не ходи А то машина Стой, машина Давай руку Понимаешь, что тут уже дорога? И откуда ни возьмись Могут попасть машины На дорогу Кто-то Да Идем решили на площадку Сходить Да, вот-вот Слепло А что, это тут яла, что ли, бывает? Ну, да, здесь канализация, наверное Смотри, аккуратнее Надо уже велик доставать Кататься на велике Я уже какой раз это говорю И все, блин, забываю Велики Надо подкачать колеса И Кириллу, и мне, и Милане Вообще хочу на велике кататься Блин, может похудею Дом стоит Вот этот мой конь Велотренажер Что-то я не очень-то на нем и катаюсь Такая Нехачуха Горка Зимой на горке так даже и не покатались Что-то На горке зимой так и не покатались в этом году Решили на большую качельку пойти посидеть Сейчас посидим, покатаемся Красота А тут тенечек Красота, красотенчатая И жизнь прекрасна Милан, жизнь прекрасна? Ой, я... Как хорошо Я никогда с ними было бы, если бы у меня была вторая Олега выпала Здрасте Привет Ты тоже к нам кататься? Да Ой, с треной мы тут не удержимся Удержимся, сиди Будем кататься А еще Ты что смотришь? Камеру увидим А ну, ты ноги проникает Ветер какой, Милан Мне нравится Рахаранненько, да А давай дружить Что? Давай дружить Что делать? Дружить Вагон, давай следующий поезд Вау, следующий поезд Давно не каталась, да, Милан? Да Я могу вот так Ох, как быстро На качельку пойдешь? Пошли обратно на большую На большую Пойдем на большой Я все равно так Мама, останови Давай, садись Я сяду Я вообще обытка не могу Все, я сижу качать Чуть-чуть тебя прокачу А ты потихоньку сама А чтобы не слетело, хорошо? А вот ты раскатываешься Я не буду тебя сильно катать А то упадешь Я не упаду Я крепко держусь Вот, держись крепко Я тоже держусь Я хочу быстро Быстро нельзя Можно упасть, да, Милан? Да Чем делать, что ли? Да Все, нагулялись мы Подходим к дому уже Сейчас я Милану отведу домой Я сама пойду за продуктами Пришли с улицы Я тут кушать готовлю Я так себя плохо почувствую Я даже не могу переодеться сейчас У меня такое это, что я не могу Сейчас вдохнуть полной грудью Я не знаю, что такое Говорю даже в полголоса Потому что я не могу громко сказать Я не знаю, что это такое Мне кажется, что это по неврологии У меня тогда такое было Мне тогда кололи уколы Пила какие-то лекарства Но я сейчас выпила этот Могу вдохнуть Говорить тяжело даже А, ибупрофен сейчас Выпила таблетку Сейчас лучше, может, станет Тогда все нормально Может, либо это сердце Ну, я не знаю, есть волосердин Нет Что-нибудь Я не знаю, что Какой-нибудь волидол, что ли, надо купить На такие случаи Потому что я даже не ожидала Что у меня такое может быть У меня было сегодня У меня сначала с утра Болела шея Я что-то ее повернуть не могла Ну, вот, отопление отключили Я же говорю, у нас дома холодище А ночью спишь Иногда и раскроешься И это, может, и поэтому Сейчас вот Готовлю кушать Ой У меня там влага Жареная голень есть Я сварю макароны сейчас Спагетти сварю А Милана попросила Пельмешки сварить Я сварю пельмешки Кирилла макарошки Сама есть не хочу Потому что даже дышать тяжело Не то, что там что-то поесть В общем, блин Вся жизнь перед глазами пролетает Когда вот такие моменты Когда так плохо становится Ой, даже руку вот так вот подняла Прям вот внутри Прям где-то вот Не знаю где Где-то в сердце Под сердцем Я не знаю Прям дыхания вот не хватает А если глубже дышишь Начинает прям Боль такая адская И пульс Пульсирует как будто И сзади огнем Как будто спина вся горячая Прям становится Я не знаю, что это Я вообще не представляю В общем, тяжко Ладно, будем наблюдать Что со мной Ибупрофен Выпила Я думаю, поможет Он же, наверное, чуть-чуть Обезболивает Если у меня по неврологии Это то я думаю, что поможет Пожарила греночки Я вот мажу чесночком Вот так вот чесночком Помажу сейчас Вот так вот Помазала чесночком И сейчас сырок на них еще положу В общем, вот такое блюдо себе сделала Девочки, вот такой вот творог Мягкий Он безвкусный Просто 5% творог Крем, ну, ну, какой-то Типа натуральный Он мягкий Вот так вот сделала В общем, греночки Натерла чесночком Порезала Посыпала лучком зеленым И посолила солью И вот это вот с кофем Сейчас поплю Потому что пельмени я не хочу Голень жареную я не хочу Макароны и подавно Я бы сыр поела Но буду есть вот это вот Включила камеру И снимаю влог Смотрю на небо Говорю спасибо Бабо Смотрю на небо Смотрю на небо